МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лично в управлении своим успешным бизнесом и в жизни, и которые, безусловно, пригодятся каждому. Амир, рады приветствовать. Добрый. Почему именно Радислав Гондопас? Ну, здесь очень много причин, почему именно Радислав Гондопас. Первое, он уже 20 лет проводит тренинги по харизме, по ораторскому искусству, по публичному выступлению. У него огромный опыт. Второе, он считается бизнес-тренером номер один в странах СНГ и в России. И третье, это, конечно же, его харизма, это, конечно, его лидерские качества, это тот опыт и те знания, которые он может с легкостью и достаточно понятным языком передать информацию участникам. Амир, кому будет интересно и полезно послушать то, о чем будет говорить Радислав Гондопас на предстоящем тренинге? В первую очередь, будет интересно тому человеку, который занимает руководящую должность. И неважно, он руководитель компании, либо он руководитель какого-то небольшого департамента. И, конечно же, это будет интересно также человеку, который руководит любой группой людей. Пусть это будет два человека, пусть это будет тысяча человек. Каждый лидер должен обладать такими качествами, как, первое, харизма, второе, уверенность в себе, и третье, понимание того, что он делает. И, конечно же, Радислав сможет на своем тренинге не только рассказать в теории, но и в практике, показать, на что способен каждый участник данного тренинга. Амир, скажите, вот вы говорите, руководители предприятий. Получается, что студентам этот тренинг не будет полезен? Каждый из нас, ну, большинство, хотят быть лидерами. Поэтому, возможно, ты сейчас не управляешь компанией, ты сейчас не руководишь какой-то группой людей, но в перспективе ты планируешь стать предпринимателем, либо планируешь занимать руководящую должность. Поэтому все в перспективе. Почему бы сейчас уже, будучи студентом, не получить данные навыки и знания, и уже в себе воспитывать лидера, а также развивать харизму? То есть мероприятие будет полезно для людей из разного социального статуса и из разной возрастной категории? Ты можешь быть девушкой, парнем, ты можешь быть уже в зрелом возрасте, ты можешь быть подростком. Тут неважно, здесь желание. Желание и чего ты хочешь от жизни. Если ты хочешь быть лидером, если ты хочешь быть руководителем, если ты хочешь быть человеком, который организовывает людей для какой-то цели, тебе, конечно, необходимы качества, которые тебе будут передавать, рассказывать и показывать Рячеславу Гондопасу на своем тренинге. Амир, я очень давно увлечена творчеством Гондопаса. Я считаю его на самом деле очень интересной личностью, очень глубокой личностью. Я прочитала практически все его книги. Я смотрю информацию, постоянно черпаю информацию с его сайта. Более того, я подписана на его рассылку, где он периодически отправляет ролики, отвечает на интересующие вопросы. Зачем тогда мне необходимо прийти на этот тренинг, если я и так черпаю информацию и нахожу источники? Когда мы идем на концерт послушать звезду, нам интересно живое исполнение, почувствовать энергетику зала. Также и на тренинге. Ты, когда приходишь, ты прежде всего приходишь для нетворкинга, для того, чтобы получить качественные, полезные знакомства. А на мероприятии планируется порядка 800 участников. Это будет проходить в Рэдисоне. То бишь, та атмосфера бизнеса, та атмосфера, которая позволит тебе стать еще лучше. Почему? Потому что тебя будут окружать подобные тебе люди, которые также хотят быть сильными лидерами. Также ты сможешь живую увидеть наставника. Потому что Радислав Гондопас, как учитель, будет передавать свои знания. И он достиг совершенства в этом направлении. Поэтому увидеть живую, послушать, это тоже передает тебе определенные правильные эмоции, которые ты долго будешь еще себе держать. Ну и, конечно же, Радислав не может передать через видео, через книги все то, что происходит на его тренинге. Почему? Потому что там очень много практических занятий, где ты действуешь в команде людей. Поэтому, прочитав книжку или посмотрев видео, ты не можешь вести коммуникацию с кем-то рядом с тобой и получать какие-то практические знания. Нет, ты получаешь только теорию. То есть в программу мероприятия будет ходить много практики? Да, конечно, будут практические упражнения. Здесь будет достаточно много взаимодействия с участниками. Поэтому, прежде всего, ты приходишь на мероприятие, чтобы, конечно, получить эмоции, получить знакомство, увидеть живую наставника. Ну и, конечно, применить те навыки, которые ты получишь от тренера. Ну, я считаю, что найти новых единомышленников и получить ряд очень полезных упражнений – это того обязательно стоит. Поэтому, скажите, где можно ознакомиться с более подробной информацией, как можно посетить тренинг, как можно стать участником? Да. Значит, тренинг пройдет 28 октября в Кишиневе, в гостинице «Рэдисон». Будет порядка 800 участников. Заходите и принимайте участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова